Девушки отдыхают Добрый день, юные любители природы! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Александра Сергеевна! Ну давай, скорее заканчивай, Шунь! Сейчас, сейчас! Всё, готово! Что там у тебя, Шуня? Шуня сегодня была дежурной, наблюдала за природой Ага, мы еночу помогали порядок в чулане наводить Вот, смотрите! Ой! Что такое? Что это? Где же ты его увидела-то, а? Ой, ну ничего, поручить нельзя Да что там у тебя, Шуничка? И это страус! Очень красивая птица! Смотрите, какие у неё перья! Да, перья у страуса действительно очень красивые Ну, при чём тут перья? Вот где, где она могла его увидеть? В книжке! А, тоже мне наблюдатель! В книжке? Нарисовала б тогда получше, а то непонятно, что получилось То ли птица, то ли верблюд! Мне кажется, вам не стоит смеяться над Шуней Мы на нашем уроке можем поговорить не только о тех животных, которые живут в Шишкином лесу Вот так-то! Так я и не спорю! Мне тоже не спорю! Рассказывайте, Александра Сергеевна, про страусов! Мне, например, очень интересно! Между прочим, в переводе с греческого страус означает «воробей-верблюд» Вот и Коксик заметил сходство этой птицы с верблюдом Ага, заметил! Чудо-юдо! Верблюдо-воробей! Страус – птица не совсем обычная Ага, что я и говорила! Да ничего ты не говорила! Не спорьте, друзья! Знаете ли вы, где обитают страусы? Я, я знаю! Я знаю, что они точно не обитают в Шишкином лесу! Я тоже в нашем лесу страусов ни разу не встречал Они живут в Африке и Средней Азии Небольшими семьями А питаются побегами растений, семенами и плодами В общем, всем, что попадается им на пути Ой! Смотрите, какие в Африке деревья-то маленькие! Ага! А почему вы так думаете? Ну смотри, страус своей макушкой почти до верхушки дерева достает Нет, друзья, это не деревья маленькие, это страусы большие Их рост иногда достигает более двух с половиной метров А ведь это высота нашей комнаты Ого! Ну и ну! А вот интересно, весит-то он сколько? Может и до ста пятидесяти килограммов весить Как большая стая голубей Представляете? О! Ничего себе птичка! Ему, наверное, очень трудно летать, да? Он такой тяжелый Дело в том, что страус – нелетающая птица Как нелетающая? Что, совсем-совсем? Совсем-совсем, Коксик! Это связано с особенностями строения туловища И к тому же, видите, какие у него крылья? У-у-у! Они маленькие! Да, очень-очень! Зато ноги-ноги, смотрите, какие! Он, наверное, бегает быстро Ты очень наблюдательный, Коксик! Ноги у страуса действительно длинные и сильные Он может бегать со скоростью 70 километров в час Такую скорость может развивать современный автомобиль Ничего себе! Конечно, с такой скоростью и летать необязательно Можно на перегонки бегать Вот и люди тоже так подумали И придумали очень необычный вид спорта Гонки на страусах Ух ты! Вот бы и мне на страусах погонять! Для этого тебе надо в Африку отправиться! Правда, Александра Сергеевна? Не совсем, Шуня! Вы же говорили, что страусы водятся в Африке, да? Дикие? Да! Но более ста лет назад Люди научились выводить некоторые породы страусов В домашних условиях Хотите отправиться на экскурсию на страусинную ферму? Да, да! Ну, конечно! Ого! О! Интересненько! Так, один, два, три, пять Да их тут целая стада! Ой, целая стая! Кажется, про птиц так говорят Ой, смотрите, какие у них красивые и пушистые перья! Их издавна использовали для изготовления вееров и для украшения шляп Вот интересно, только как же эти перья добывают? Один-два раза в году страусом делают самую настоящую стрижку Аккуратно срезают перышки Ой! Ну и ну! А вот это что за камни? Это не камни, Коксик Это страусиные яйца Яйца? Такие большие! Такие огромные! Да, друзья, страусиное яйцо может весить до двух килограммов Ого! Представьте, какая из него получится яичница! Да, очень большая, как из тридцати куриных яиц Всех наших друзей из Шишкиного леса можно такой завтрак пригласить Ты что, Коксик, проголодался уже? Ну, вообще, да И я, и я немножечко А я вот что вспомнил Страусы любят прятать голову в песок А зачем? То, что страусы прячут голову в песке Это всего лишь вымысел Да? Да, всего лишь Иногда можно наблюдать, как страус склоняет свою голову к земле И глотает песок и мелкие камушки Ой, зачем это? Они помогают переваривать пищу А так как оперение страуса напоминает цвет почвы То есть далека кажется, будто страус спрятал голову в песке О, смотрите, понятно Не, ну что, Шунь, ты молодец, что страусов в своем дневнике нарисовала Ну, вон сколько интересного мы узнали Спасибо, спасибо, друзья Ну что ж, наш урок подошел к концу До свидания, юные любители природы До встречи в Шишкиной школе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»